всем привет начинаем проходить шатер пиксель джон собственно прохождение у нас вот попробуем посмотрим что у нас из этого получится как вообще пойдет в целом насколько сложный сит сам по себе и так далее вот посмотрим сходу крыса к нам лицо пришло еще крыса змею мы просто так не убьем это у нас получается растущий чемпион хорошо немножко золота камень интуиции хорошо камень интуиции это полезно собственно сразу сходу садик нашли это хорошо называется таинственный сад сходу хилка хилка это хорошо благодаря хилке мы сможем восстановить себе здоровье главное чтобы мобы не попытались у нас забрать это восстановление они могут это сделать прыгать мы не планируем собственно видим еду убили змею пирог не неопознанный ситок собственно прыжок прыжок в принципе можно прыгать вот они с первого уровня горячий горячий лет хорошо давайте подождем я давайте тоже подождем собственно второй уровень а тут в принципе можно качать как тут можно все качать я бы даже сказал нужно все качать но в основном используя конечно щиты потому что тут на эту на единичку качается тут который в принципе единичка то есть по идее раскачка один один два ну и сюда остаточная единичка но снова конечно щиты собираются два свитка непонятно что за свитки скорее всего будем прыгать но для того чтобы прыгать нам нужно открыть посмотреть этот сначала да мы посмотрели теперь можем прыгать смело хотя нам прыгать конечно нежелательно ну ладно давайте попробуем мы выжили это уже хорошо какие то зелья и сандалии природы неплохо сандалии это хорошо единственное они могут быть проклятые газовая комната сходу шикарно давайте ее обойдем у нас собственно очень маленькая комнатка из серое зелье скорее всего зелье сила будет как я думаю не знаю точно ну чисто теоретически либо это скорее всего зелье с ловушкой комнаты то есть на текущей локации то есть втором уровне присутствует ловушка комнаты возможно зелье как раз на нее и кладется должен быть выход это логично из черной зелье ледяная лилия никого не видно сундук у нас не мимик забираем сундук это камень и без ввреживания хорошо много травы хорошо много гнолов это очень плохо 3 хп это слишком мало змеев убивать стоит на дистанцию нашли свиток улучшения у мага они основные поэтому в принципе можно улучшать палочку либо ждать до квеста получается но мага но я думаю мы не будем ждать до квеста мага просто пойдем в улучшение палочки собственно это у нас телепорт ловушка не самая страшная из тех что нам попадались в большинстве случаев в телепортирующую ловушку можно пройти через зелье левитации либо обезвреживания но телепорт она не самая страшная давайте воспользуемся собственно гнол у нас разглядел хорошо давайте подождем в дверях и еще пара гнол ловушка к нам ползет собственно второй уровень на квест призрака больших случаев это у нас идет крыса и как я рекомендую я сначала исследовать весь этаж крысы конечно в этом вопросе там вот опять же смотрите это крыса огонь то есть огненная крыса огненный чемпион если мы бы с ней вплотную дрались не в воде скорее всего загорелись я думаю вам как и мне это не особо нужно подгорать собственно змея убили плюс один уровень давайте дополнительный урон возьмем возьмем клэш на крысу судя потому что я не нашел ключа ключ скорее всего будет вот в этом сундуке потому что у нас закрытая дверь присутствует а ключа нету также у нас присутствует вонючая крыса с ней надо драться в воде в основном поэтому мы просто будем сейчас кайтить эту крысу сейчас кстати призрак нам будет очень сильными тут скорее всего выбирать вам броню в любом случае потому что броня для нас лучше будет убираем броню также он говорит про розу соответственно крыса опять же идет давайте подождем у нас эти голод включится интересно много непонятно что они вообще себя недолюбливают меня моего главного персонажа давайте заберем ключ в идеале конечно одеть сандалии но я не знаю что и себе сандалии будут представлять в плане проклятости без сарасины как оставаться не особо хочется палочка полностью перезарядилась у нас два сундука один из них мимик ну собственно по мимику подпираем дверь ну конечно сначала крысу надо убрать подпираем дверь кстати говоря ухты кольчужка с 3 скорости вот это да на самом деле это самое лучшее зачарование из тех что мы могли вообще получить чисто теоретически давайте погадаем на давайте посмотрим по зельям насколько я помню у нас там серые было серые серые это опыт левитация 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 возможно левитация у нас лазурная ну давайте погадаем на камни интуиции насчет левитации да мы угадали насчет левитация что вы понимали я не проходила сюда этого собственно забрали мимика забрали мистический катализатор с него еда присутствует неплохо в идеале конечно поесть но у нас даже не 50 процентов здоровья поэтому немножко попозже попробуем поесть но но проблема в том что нам нужно поесть чтобы восстановить немножко себя посохом ну ладно пойдем дальше у нас получается плюс 1 сила наличие смертельной опасности сработала муха сходу пожаловала раздамажим посмотрим сейчас у нас правда все к вам не без этого газовая ловушка насколько дезориентирующая крыса обычная ну если могла снова нужно было бы попробовать ее дезориентировать давайте включим нам про наличие смертельной опасности постоянно напоминает здесь скорее всего ловушка где-то будет просто это гигант гиганта нужно убивать с подпоркой двери по-другому вы его не просто не убьете поэтому мы отступаем на шаг назад и подпираем дверь но мы его по-другому убить скорее всего не сможем о не но это будет очень долго мы скорее всего гигант этого не убьем да мы этого гиганта убить не сможем по крайней мере сейчас сейчас мы его убить не сможем нам нужно подумать как его убить лучше собственно змея спящая давайте не будем его убить пускай поспит дальше посмотрим здесь есть дверка да дверка у нас собственно комната пара свитков по свиткам пока не ясно но свиток улучшения у нас есть поэтому в теории один из четырех свитков может быть тем что нам нужен еще одна змея еще одна сила хорошо давайте выпьем силу у нас собственно 12 плюс 1 вот теперь мы можем идти к этому драться гиганту я думаю у нас не должен пробить плюс 3 все-таки это очень сильное зачарование краб давно мы не видели крабов давайте разбудим гнол проснулся подождем обратите внимание он по мне меньше траектории пошел хотя в теории он должен был пойти на небольшие траектории то есть он должен был повторять мои движения собственное зелье новое для нас непонятно что из себя представляет пока что сложно сказать кстати говоря люк очень оригинально расположен я первый раз такой расклад вижу переход имею ввиду от разработчика конечно в этом вопросе то что новое местоположение придумал давайте гиганта попьем с этой нами нам к нему надо в мели идти потому что у нас урон в мели это гигантский чемпион поэтому я называю гигантом она собственно ключ и собственно два ключа один хрустальный другой железный поэтому нам нужно будет попробовать используем неожиданную атаку для того чтобы чуть меньше урона собственно травяной на траве в большинстве случаев ловушек не бывает но других местах они бывают открываем я рекомендую его на начале выбирать именно сундук а не те зелья которые могут здесь попасть что касаемо в теории давайте попробуем ведь она проклятая прочитать это яркий свет нам не нужно превратить предмет нам в принципе хотелось бы ну давайте мы превратим во что-то копье наверно мы будем превращать очистим кольцо не знаю что за кольцо возможно стоило превратить кольцо но пока непонятно подождем один ход гнул про уснул ты чё там уснул папа она зажали отлично муха ползет давайте подождем забили муху а собственно у нас нам нужно зелье еще одно определить у нас их четыре какое конкретное будет непонятно я не помню какое зелье на этих уровня поднималось в большинстве случаев внимание он по наименьшей тариктории что смешно сложно сказать какой из этих зелий наша давайте используем камень интуиции четыре зелени понятно какой из них какой а также чтобы не сгорели наши свитки просто их выложим потому что там а зелье огня кстати не может быть может быть зелье яда почему не может быть зелье огня сейчас пояснил а когда вы играете за мага у вас изначально опознана зелье огня то есть вы о нем будете вы можете знать поэтому за огонь можно не переживать единственно заяд можно переживать давайте исключим возможность выберем наверное последние и выберем ее на хосту мы угадали опять же на хосту нам повезло в этом вопросе смотрим на наличие свободного места для того чтобы она у вас была часовой именно так проходится асай на спине нужны у нас хвоста грубо говоря двойная то есть мы грубо раз двойной скоростью бегаем от них что там через ослепки бамбекан алкемический огонь и золотое зелье непонятно что из себя представляющим ее на следующий этаж хотя лучше бы конечно получить левелап было собственно у нас 20 воспользуемся агром оба и подождем его в дверях да он не хочет к нам идти либо он нас потерял получили боевой пост это лучшее оружие для если вы играете через блокировочку так блокировочку а почему потому что она блокирует урона 0 2 блоки с блокировочкой кстати говоря по поводу кольца давайте посмотрим что за кольцо собственно это не кольцо силы давайте посмотрим к это кольцо метательности или нет то есть стрельбы то есть рыболовное копье 10 снимаем кольцо рыболовное копье 10 собственно это не кольцо стрельбы а также давайте проверим на кольцо хосты переоденем для этого доспехи шаг это не кольцо хосты собственно ну пока на остальном не не хватает может быть это кольцо хп это не кольцо хп кольцо хп силы у нас идет воздушный уровень для воздушного уровня очень хорошо работает палочка два краба сразу сходу идет давайте поедим в другое время не успеем это сделать нас сейчас забьют скорее всего давайте мы не дадим себя в обиду попытаемся подраться с ними это собственно антимагический чемпион который нам сейчас будет очень сильно мешать давайте его побьем это скорее всего мимик нет еще одно кольцо агат непонятно что за кольцо я думаю одевать его пока нет смысла потому что мы дублирующие снятия чар не нашли кольца все-таки они такие мерзкие в этом вопросе мы опознали кольцо это кольцо энергия шикарно нам краски для мага его и не хватает в идеале конечно же одеть сандалии природы начать их качать но проблема в том что они могут быть прокляты у нас снять еще огне видим еще одно зелье непонятно что за зельем нам подсказывают что у нас смертельная опасность нарисовать гнур от нас решил убежать это плохо чтобы вы понимали это огненный чемпион и нам нельзя с ним драться здесь нам с ним надо драться только в воде поэтому нам особо вариантов не выдают и не выдавали собственно присутствует также свиток но улучшение свитки не горят поэтому за это вопрос можно не переживать жалко травы конечно но фиг бы с ним у вас и так улучшение грейдим еще какое-то непонятное зелье что все представляет это не ясно еще один ключик неплохо у нас открытая дверь это у нас алхимик но он должен был быть в любом случае на текущем уровне вот два неопознанных свитка давайте их вместе с вами прочитаем точнее прочитаем а запихнем преобразователь для того чтобы иметь представление о том что за вообще за свитка это один из них был телепортация второй сейчас посмотрим а второй был зеркальные копии все ясно то есть в принципе свитки нам оба не нужны ну телепортация конечно нам очень сильно помогла бы но зеркальные копии нам не особо нужно как говорится погадаем на кофейной гуще расщепим пару зелий для того чтобы попытаться комок зачаровать не знаю на что у нас получится это расщепим пару зелий мы я не знаю что это за зелье поэтому мне не страшно их терять посмотрим что нам приготовить рынка собственно это на данном уровне этот аксессуар будет заменять появляющиеся зелий свиткова их субмой версиями не затрагивая зелий силы но это хороший аксессуар на в принципе он подошел бы смотрим чудотворная смола это проклятые палочки становятся нейтральными и последнее на текущем уровне увеличивает скорость появления врагов на 25 процентов когда в реальной жизни наступает ночь скорость появления врагов на 25 процентов на самом деле нам это подойдет скорость появления врагов но также экзотические но на 12 процентов конечно это неплохо но я думаю враги для вас интереснее будет для чего для того чтобы с них в глубь будет дропаться и мы рано или поздно их прокачаем поэтому берем врагов но посмотрим сколько там great стоит на врагов две единицы всего лишь в как вариант можно будет прокачать этот 50 процентов потом просто на будущее мы 3 на 75 и собственно на максимум и прокачиваем рынку не собственно 100 наверно на для чего потому что мы рано или поздно найдем свиток превращения против может другое я собственно еще один в данный момент у меня время не 7 утра поэтому для меня в принципе это актуально пока что нам подсказывают то что солнечные часы перестали отбрасывать и вы ощущаете тревогу это говорит о том что за респаумились бога некоторые мобы за респаумились хорошо нам лишние мобы лишними не будет собственно плюс один уровень отлично у нас и говоря два очка говори мы берем обязательно щит ну тут в принципе можно 3 единицы урона погоду нам не сделает берем наверно палочку здесь потому что 12 нам нет смысла а тут 23 но это прям смешно было бы хода хотя бы тогда да а тут видите не хода а просто чисто единицы урона нам погода не сделает поэтому берем интуицию собственно давайте посмотрим это у нас призывающая ловушка давайте призовем кого-нибудь а в первую очередь как стоит забивать крабов потому что но это сильные ребята они больно бьют и вы от них скорее всего не убежите потому что у вас низкая скорость ползу не будет здесь я вижу дополнительная комната у нас присутствует очень много слизи кстати нарисовалась ну слизь от хорошо это лишний опыт нам подсказывают что вы ощущаете наличие краба давайте его забьем а на самом деле краб анти магические но кстати он дал мясо что удивительно что я не ожидал от него мясо собственно мы получили пустофрукты пустофрукт один из самых полезных семечек а точнее предметов которые присутствуют с помощью пустофрукта можете создать зелье ну-ка сказать не зелье а что-то похожее на зелье я тут я вижу что у нас присутствует большое количество еды давайте вместе с вами пробежим еду за грейдим во-первых расщепим неизвестное нам зелье чтобы у нас была энергия на это дело и собственно нажмем сюда и получим мясной пирог чтобы не думалось это вам делается из обычного пирога рациона пищи и из рандомного мяса сделали собственно мясной пирог когда у нас будет голод особенно сильный мы просто покушаем и пойдем я думаю подождем еще плюс один уровень а лишний уровень нам будет не будет лишним подождем часы в дверях драться с крабом конечно такой си удовольствие еще один мог наверно плюс два моба давайте подождем немножко отлично летающие ты меня увидела молодец давайте поделимся с летающей собственно получили опыт отлично то есть по крайней мере не зря пришли тут рекомендуется качать как минимум на один возбуждающий обед это минимум также магическое зрение рекомендует скачать желательно тоже на один но лучше на два его тоже лучше на закачать и собственно защитную батарейку также стоит качать как минимум на два что касаемо сохранение палочки это если вы хотите сохранить свою палочку чтобы усилить ее в дальнейшем а так в принципе рекомендуется конечно давайте прокачаем батарею хотя батарея нам сейчас особо не поможет но толкаться со слизью нам будет интересно собственно все я думаю нам уровня пока будет достаточно перебегаем да а вот еще одна слизь заранее шлепнем народу подтянулось шикарно собственно все у нас закончилось всем спасибо за просмотр с вами был андрей всем пока а